Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Бадук-1. У нас партия 2-й дам. Фокс. Так, надеюсь, последняя. О, вот это необычный ход. Так обычно играют, когда камень стоит в комоку. Но я думаю, здесь можно вторгаться. Забираем пануки в сенте. Вот, и дальше можно еще раз, наверное, вторгаться. Потому что этот камень низкий, и ему все равно придется как-то... Ага. Хорошо. Ух ты! Неожиданно. Здесь можно сыграть так. Вытянуться. И порезать. Вот, потом можно сыграть такой ход. Или угол умрет быстрее. Да, наверное, угол умрет быстрее. Ну ладно. Умрет так умрет. Тогда мы здесь получим пануки. Угол мы отдали. И что нам делать тогда? Давайте будем играть тануки. Теперь надо вытаскивать эту партию. Пусть добивает. Теперь партия усложнилась. Так, ну здесь можно порезать. Так. И у нас появился объект для атаки. Которым нужно постараться сделать какую-то мою. Ну, плюс взять какую-нибудь территорию еще снизу. Слева, то есть. Здесь можно выходить двойным ханом. Утяжелять. Так, ну, это не проблема. Можно просто порезать. Либо можно поставить отаре и отодвинуться. Чтобы он тут не сделал дырку. Ну, это же лесенка, друг. Ты что? То есть, теперь у нас уплотнилось все мое. Но он может что-нибудь... Ага, вот он продолжает спасаться. Тогда мы продолжим атаку. Еще сильнее уплотняем мою. Не даем ему легкой жизни. Вот, и в принципе, можно атаковать Кеймой. Пока я не вижу у него двух глаз. Уже вроде бы долго мы тут боремся. Вот это я тоже не понял, зачем он так походил. Видимо, он хочет отаре поставить. Я соединюсь, он вытянется. Но я не обязан же соединяться. Я могу на отаре ответить отаре. Вот, или просто если я сейчас закроюсь, он поставит отаре, я спущусь. Как мне здесь сыграть? Забить ему степень? Нет, наверное, я так спущусь. Потому что после вот этого отаре у меня тогда останется прилипание сюда, в G14. То есть, эти камни я скушал, и, по-моему, его группа не может убежать. Так, такой красивый ход. Наверное, работает все-таки. То есть, я могу поставить отаре. Хотя нет, не работает. Я ставлю отаре отсюда. Он вытягивается. Он же должен вытянуться. И я могу поставить отаре здесь. Ну, тогда он поставит отаре. Я поставлю отаре. Он поставит отаре. Я вытянусь. И дальше он не может поймать мои камни. Да, потому что здесь у меня отаре. Ну, тоже играет быстро оппонент, на самом деле, эту партию. Но здесь он может убить. Как бы отрезать эти камни, это не проблема. Вот там он не может вырваться. У него две точки разрезания останутся. Да, вот он начинает отрезать. Но я не уверен, что это корректный путь отрезания. Потому что я могу просто соединиться. И он не может тут поставить отаре. Ну, он может какую-нибудь борьбу придумать. Но двушка пока мертвая. Может быть, вкупе вот с этим... А, да. Так он убивает, но все равно это не поможет в его группе. Моя группа слева точно живет. А вот его вся центральная группа, у нее есть один глаз в Готе. А, и теперь он играет Тенуки. Но я тут аккуратно буду играть. Мне уже не обязательно как-то стараться. Можно даже так. Можно даже отдать ему этот камень. Вот. Пусть забирает. Ему все равно не хватит очков. Вот. А позиция была очень хорошая у Черного. Просто он как-то поспешил. Так, сюда Ханес. Сюда, туда. Это мне неинтересно. Можно так просто прыгнуть. Если он прилипнет... Ну, вот этот ход я не уверен, то, что работает за него. Я могу так сыграть, как он будет играть теперь. Я же соединен полностью. Я залез сюда еще. Но это не работает. Это тоже не работает. Но там он не сможет выжить. И соединить с этими камнями он тоже не сможет. Потому что у него две точки разрезания. Можно Атари отсюда поставить. И потом пастью тигра соединиться. Здесь у меня Мияя. Я могу либо трешку захватить, либо один камень. Но да, тут без вариантов. Как-то он слишком быстро играл. Давайте посмотрим. Ошибки мои. И его. Так, давайте начнем. Я играл белыми. Вот этот необычный ход. Как я сказал. Такую форму обычно играют. Там. Когда Камоку стоит. Это более привычно. Видеть. А то, что он сыграл, это как-то неожиданно было. Вот. Я тут вторгся. Получил Паноки. То есть с этим Джосики все в порядке. А вот здесь этот камень все-таки сыграл свою роль. Потому что обычно, когда я играю в клинивание, этого камня нет. Ар-16. То есть, если бы этого камня не было, К-17, то обычно черный просто прыгает. Ну, если показать там сверху аналогичный вариант, то обычно происходит такой ход. А в нашей партии у белого, ну, у оппонента был дополнительный камень, да, который вот в Ар-16. У меня не было до когда такой позиции. И в итоге мой оппонент поставил такой Атари. И мое разрезание ничего не дало. То есть здесь мне нужно было просто выжать. Он бы здесь защитился. И дальше нужно было бы как-нибудь так играть. Ну, он бы забирал очень много очков. И у меня не нужны вот эти камни были бы. Соответственно, мое вклинивание при ходе Ар-16 это ошибка. Потому что у черных позиция сейчас намного лучше. Во-первых, здесь очки. Во-вторых, хорошая стенка. И в-третьих, у белого слабая группа, которая не делает территории, которую нужно будет спасать. Поэтому делаем вывод, что здесь, может быть, для перехвата темпа имеет смысл просто сыграть такой вариант. И теперь камень К-17, он плохо стоит за черного. Он не нужен здесь. Это не супер грубо. То есть это не то, чтобы он стоял в Аль-17. Но лучше бы он стоял где-нибудь, например, в Аль-18. Или где-нибудь в Кокаре. То есть, если мы отыграем это Джосики, черный сюда не будет играть. При своем ходе. Поэтому наверх нужно было играть как-то так. И дальше у меня оставался темп. В принципе, что здесь можно было бы делать? Ну, я бы, наверное, играл какой-нибудь такой ход. По правой стороне. Оппоненту тут сложно закрыть одним ходом это Мою. Потому что тут остается слабость в районе 18. То есть, например, если он сыграет Агейму, то можно вытянуться, сыграть в Аль-18. Сделать какой-нибудь обмен. Или если без этого, если он просто забирает, то можно попробовать как-нибудь так выходить. И этот камень 11 сложно как-то убивать. Если к нему прилипнуть, то он может сыграть Хана. Если так, то можно, в принципе, сыграть Атари. Атари. Ну, построить какой-то собаки. Дальше можно вытянуться. На это Атари. В принципе, можно тоже поставить Атари. Там он пробьет. Можно еще раз поставить Атари. Но что-нибудь придумать можно. То есть, сложно будет удержать. Я думаю, здесь лучше за черных играть по-другому. У черных есть вот такой вариант, когда они угрожают сыграть в С12. Но С12 не является прям безвыходным ходом для белых. То есть, белый здесь может попробовать все равно сыграть какой-нибудь удар в плечо. Но если белый сыграет удар в плечо, то я думаю, черный должен будет как-то это все попробовать убить. Вот что-то типа того. Локально, если рассматривать этот ход 8, тогда у белого остается здесь прилипание. И потом такой ход, потом такой ход. Ну, и здесь может быть коборьба. Вот. То есть, какие-то Атзи, в общем, остаются. Что-то белое на что-то может выменять. Вот. А в партии получилось то, что я сыграл, как бы, по инерции сюда. Не учел силу этого камня. И в итоге у меня очень плохая получилась позиция. Угол умер. Эти камни умерли. Ну, вот давайте проверим. Если бы он сыграл сюда, я бы сыграл сюда. Он бы вышел, я бы сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, он так умирает. Поэтому он правильно сделал, что он мне ответил. Но я получил по ноге. Может быть, мне имело смысл сразу играть. Сюда, он бы сюда, я бы сюда. Наверное, так правильнее играть. И теперь, что ему делать? Ему, по идее, нужно выходить. Я захвачу, он поставит отарь, я пробью. Он сыграет так же. И дальше можно, конечно, вытянуться. Но он тоже будет выходить. То есть, все равно здесь очень сложно найти оптимальный путь игры за белых. Потому что белый уже очень сильно накосячил. Окей, вернемся к партии. То есть, мне повезло, что я получил по ноге. И дальше у меня было сенте. Я решил уже тут ничего не делать. Потому что смысла нет. Все это умерло. Черный впереди. Из-за грубой ошибки белых. То есть, белый, по сути дела, здесь получил сенте. И вот это вот по ноге. Какие-то форсированные ходы есть. Но черный получил очень крепкую позицию. Большой очень угол. Убил. И белый потратил зря вот эти вот ходы. То есть, это как бы провальная. Провальная. По идее, партия за белых. То есть, если черный просто продолжит играть ровно. Ему... Вот я очень удивился. Зачем он вот это атари поставил. Это ему совершенно эти камни никак не угрожают. То есть, он все равно успеет убить этот угол. Ну, то есть, он потерял, как бы, я еще один ход сыграл. То есть, у меня получается пануки. Ну, такой полупануки, который, в принципе, очень гибкий и может убегать. И плюс я получил большой ход по 10, который тушит стенку черных. И получил семари сверху. Вот дальше. Вторжение. Такой вот вариант. И здесь он вытянулся. Вот этого я не понял. Зачем это ему нужно? Как я уже говорил, исходя из того, что черный впереди, ему не нужно как-то обострять игру. Вот. Доиграет нормальный вариант. В чем проблема? Если сюда, то можно, в принципе, там у любой Джосики. Ну, я надеюсь, Игорь Пурнеевский сделает лекцию по этому Джосики. Потому что мы там вторую тему выбрали. Ошибки в сложных вариантах. Ну, окей. Я к тому, то, что у черного и так все хорошо. Ему не нужно как-то пытаться что-то сделать. Но он испугался того, что здесь уже есть одно крыло. И решил, наверное, вылезти, чтобы не дать здесь получиться мою. Но проблема была в том, что это, конечно же, отрезается. Вот. И дальше у меня здесь очень крепкая стенка, которую сложно контратаковать. Поэтому я здесь имею право выпрыгивать еще раз. То есть я уже увеличиваю в темпе свое мою. Вот. И на этот ход я имею право давить. И только вот на следующий ход я уже защищаюсь. Потом я делаю себе очки. Он еще не живет. Здесь играю двойной ханы. И дальше вот это совершенно мне непонятно, зачем он сыграл. Здесь он грубо ошибся. Тут лесенка. И то есть ему нужно как-то теперь играть что-то типа того. Вот. Я бы сыграл по стигра. То есть он сделал себе еще одну слабую группу. И как ему теперь играть? Ему же придется вернуться, фиксировать разрезание. Соединяться. Ну, допустим, он соединится. Ну, в такой ситуации я могу, в принципе, просто продолжать гнать его сюда. Но он может поставить атари и попробовать сыграть хана. Хотя хана не будет работать. Он может вот сюда сыграть и потом сыграть сюда. Так, извините. То есть если я хочу убить, я соединюсь. Потом я сыграю сюда. Он сыграет, вернее, сюда. И дальше я, наверное, переключусь. Лесенка работает за меня. Конечно, этот камень 5 очень проблематичный для белого. Но белому сейчас не до этого. Белому нужно что-то убить. Поэтому я, наверное, буду пробовать убить вот эти камни. Защищая свою большую мною. Потому что мне нужно отыгрывать эту позицию. Вот здесь он грубо ошибся. Дальше соединяется. И, в принципе, я просто по форме продолжаю атаковать. И потом мой пануки играет свою какую-то роль. Есть куда гнать оппонента. Здесь он зачем-то дал себя порезать. Да. И здесь просто из-за того, что я вытянулся в Ай-14, я могу играть при липании. Дальше он нашел такой неплохой уход. Но здесь, опять же, из-за того, что у белых хорошая форма, получается то, что можно поставить Атари изнутри. Белый успевает подчинить свои неприятности. И важно то, что вот эти еще камни здесь стоят. Но даже если бы мой оппонент здесь выжил, то есть, предположим, я играю Атари, он забирает, то, ну, вернее, я не так сказал. Даже если бы он забрал эту двушку, то, во-первых, у меня есть такой ход. Вот. И во-вторых, ну, нет, он, наверное, прорвется. Он, наверное, вот так прорвется. Ну, либо какая-то ко-борьба будет. Но, предположим, он выжил. Давайте вот, я не буду все эти ходы делать. Давайте скажем то, что я сыграл как-нибудь так, и он сыграл как-нибудь так. То есть, у него жизнь в гото. И дальше я просто здесь выпрыгнул. И очень сложно черному здесь что-то делать. Он может там как-нибудь в углу выжить. Да? Давайте, допустим, то, что он выжил в углу. В какой-нибудь формой. Это живая, по-моему, группа. Да. И сколько очков? У белых больше все равно. Несмотря вот на эту потерю, у белых получается слишком большое мое. Вот. То есть, здесь так получилось то, что ему не нужно было мне давать строить мое. Я не думаю то, что ему нужно было вообще вторгаться в угол. У него много сейчас очков. Зачем ему еще очки? Он видит то, что мое строится. Но сыграй какой-нибудь такой ход. То есть, надо уже начинать как-то уменьшать. Или попробуй прилипнуть, чтобы как-то отпилить вот этот камень. Либо забрать угол. Да. Ну, то есть, если белый играет ханы, черный сюда, там белый, например, сюда. Потом такой обмен. И, в принципе, этот камень уже отпилен. Типа того. Если он побежит, черный тоже побежит. и белый бежит просто по нейтралкам, а черный разрушает мое. Ну, вот что-нибудь типа того. Окей. И, в принципе, вот этот ход, который я сказал, он ненужный. То есть, да, я пожертвовал эти камни, ты можешь их потом убить, но играй большие ходы. У тебя уже все хорошо. Я вот не вижу, от чего он тут испугался. То есть, если белый будет играть как-нибудь так, то черный просто может соединиться. Ну, и у белого тут не хватает дыхания, чтобы убить. Всего три степени. Вот. А у черного намного больше. Поэтому это отари было совершенно лишним. То, что он ставил сюда, это очень плохо. Он потратил важный темп. И потом еще одна ошибка, конечно, которая привела к возникновению слабой группы. Итак, по стечению обстоятельств сработало оба моих пануки на убийство этой группы сработали. Ну, вот так бывает. Поэтому лучше не делать таких групп. Здесь лучше просто сыграть джосики. Вот. Потом сюда. Потом отари. Ну, вот. В принципе, джосики. Но я бы не вторгался изначально. Я бы начал как-то уменьшать. Потому что сейчас у белого снова есть темп. Там. белый может как-нибудь эту сторону расширять. Либо здесь может что-нибудь придумать с каким-нибудь прилипанием, чтобы попробовать здесь ку-борьбу начать. Не факт, что это прямо сейчас работает. Может быть, здесь просто контрится через ханы. Но я тогда тоже могу поставить ханы. Он поставит атари. я поставлю атари. Он пробьет. Я соединюсь. Он поставит... Ну, я так не успею убить. Поэтому мне лучше здесь еще раз ставить атари. и если он соединится, то все равно это не работает за белых. Раз, два, три. Ну, и просто он сыграет сюда. Если я вытянусь, он просто будет играть косу. Это не ловится. Окей, я думаю, с этой партией достаточно. Спасибо за внимание и до новых встреч.